Всем привет, друзья! Сегодня замечательный солнечный день. За окном капель на солнышке и немножко видео о орхидейках, о почках. Давайте пробежимся. Поставила сюда свой соговевьен, он у меня стоял на северной стороне, ему там нравилось. Но я хочу запустить рост почек. Я тоже убирала чешуйку, поэтому на солнечной стороне у меня дело пойдет быстрее. И лезет корешок. Вот я вижу, корешок, находится цветение деток и так далее. Да, кислицы. Кислицы посадила с резом. Резомы я сушила, выкапывала с клумбы с осени, обрезала зеленую массу. Сами резомы у меня были в таком полусухом состоянии, в коробочке лежали. Ну, а теперь я их высадила, что в горшочек, а что в клумбу буду сажать. Так что, да, кислицы у меня все живые, переримовали, не засохли. Вот так вот. Дальше, значит, свою орхидайю темненькую реанимашку. И вот эту вот аиду я держала, наверное, неделю в темном помещении. Хочу их зацвести, потому что они у меня не хотят абсолютно цвести. И я их довела до того, что они даже немножко посветлели листья, стали вот такие вот желтоватые. Знаете, когда света не хватает. Ну, таким образом я решила устроить инстаграм. То есть я простушила очень хорошо горшок, где-то не поливала недели две, две с половиной. Вот, плюс темнота. И сейчас я их полила, поставила на солнечный подоконник. Солнечный подоконник у меня само стекло, стеклопакет. Он у меня ультрафиолет не обжигает, не пропускает. Тут есть защита. Поэтому у меня листья не... Я не боюсь, что они получат ожог. Вот. Поэтому я спокойна. И дальше самое интересное, что я хочу вам показать. Вы помните, что я у Сога Лоуренс, я почки освобождала от чешуек. И в конечном результате, что у меня получилось? Смотрим. Вот. Цветонос. Цветонос. Два цветоносика. Ну, ничего. Тоже результат. Но я на этом не остановилась. И решила попробовать на нижней почке. У нее была очень хорошо развита нижняя почка, напухшая, напухшая. И поэтому я подумала, почему бы и нет. Может быть, снизу, детка, получится. Просто эту почку освободила от чешуйки. И буду наблюдать. Ну, я не думаю, что снизу полезет цветонос. Ну, как-то это... Никогда такого не видела. Сверху, да, логически они идут, ответвление. Посмотрим. Буду надеяться на детку. Распускается моя чудо королевская орхидея. Моя красоточка. Вот такая у нее ветка будет. Пушистенькая. Старые цветоносы я ей обрезала, чтобы они не тянули сок. Хотела пышного цветения. Если у вас остаются старые цветоносы, они очень забирают много питания. И цветут старые цветоносы обычно на 2-3 цветка. Мне это не нравится. Я их обрезала и у меня получилась целая красивая веточка. И тут я тоже освобождала почки от чешуйек. Ну, и скорее всего, я так подозреваю, тоже будут ответвления цветоносы. Ну, посмотрим. Я еще, как же говорю, хочу проэкспериментировать с тем же Согу Лоренс, что будет снизу. И я уже четко буду знать тенденцию сверху, если обдирать почки. Это будут цветоносы, а снизу посмотрим. Так, подвязала свой Биг Лип, потому что у него такие разлапистые уши, как уши спаниэля. У него очень плотный тургор. Он не может уже и длинные-длинные листики, очень длинные, он не может их держать. Поэтому я немножко ему облегчила жизнь. Хочу, чтобы он так немножко зафиксировал листики кверху. Кстати, у Дарвина пробился самостоятельно цветоносы почки. То есть я ничего не делала. А может и делала, забыла. Вот, тоже очень похож на цветонос. На старом цветоносе. Вот палка. Я бы, конечно, отрезала эту палку, но пока что трогать его не буду. Фиалочки пересадила. Вот такие вот. Вот такая вот красота. Фиалочки. Пересадила ее, это она после пересадки. И там есть у нас цветоносики. По-моему. Наконец-то, наконец-то. Я вижу два. Зажиревшая красотка. Мне кажется, она жирует. Зеленая масса, если честно. Фиалка воды, подскажите. Дальше. Такие мои фиалочки, над которыми я поиздевалась. Я полностью удалила. Очень много листиков у них. И пересадила. Так. Ну и вот еще одна. А этот цвести не собирается. Вытянутые у нее такие листья. Чешутся руки ее ободрать, но не буду. Нижние вот эти вот листья длинные, которые повытягивались. Но не буду, не буду пока. А цвести у нас будет крылья ангела. Это очень красивый сорт. Махровые, белые. Вот он цветоносик. Крылья ангела. Будем наблюдать дальше за согулоуренс. Что у него получится из нижней почки. Я думаю, что нижняя почка должна быть очень-таки интересной. Напоминаю, я просто аккуратно снимаю чешуйки. Ничего не применяю. Никакую пасту. Ни цитокининовую. Никакую другую гормональную. Да, и, кстати, хороший метод. Искусственно, без всяких удобрений, сделать орхидеи цветоносы на 2-3 ответвления. То есть можно формировать орхидею. Сколько позволят, конечно, ее почки, расположение и так далее. Ну, и, конечно, буду ждать цветения от моих ленивцев. Вот у меня есть такие две орхидеи, которые вообще никак себя не проявляют. Что-то они у меня тоже зажирели. Вот. Это Аида. Может, как же она называется? Монтерикс. Да. Монтерикс. Вот. Очень хочу цветение. Монтерикс. Субтитры сделал DimaTorzok И, кстати, по поводу цветения, я не страдаю тем, чтобы зацвести массово все свои орхидеи одновременно. Мне вполне устраивает, когда они цветут в разные времена, в разные сезоны. Я знаю, что у меня орхидеи цветут. Одни цветут весной. Я даже знаю по сортам, какие, когда будут процветать. Потом есть повторное цветение даже одной и той же орхидеи. Допустим, королевская она цветет и весной, потом повторно она цветет все лето до осени. Самостоятельно. Это даже если забыть о подкормках. Просто если дать волю орхидеи, дать волю растению развиваться самой и решать самой, когда ей цвести. Это мои наблюдения. Я с вами делюсь своими наблюдениями. Так вот, меня вполне устраивает, когда орхидеи цветут в разные сезоны. Я знаю, что одни орхидеи цветут у меня зимой. Сейчас у меня на северном подоконнике кое-какие отцвели, кое-какие сейчас дальше продолжают цвести. Вот, и сейчас будет весна. Что, замерзла? Весной будут цвести другие орхидеи, потому что я вижу, что ведут цветоносы, у которых нет цветоносов. Они обязательно зацветут летом. Я знаю, это Дарвин, это Биглип у меня летом цветет, это летний. Так что, вот такие мои, скажем так, предпочтения. Это просто чисто мое мнение, и кому как нравится, тот так и делает. Кто-то любит, чтобы все орхидеи одновременно шапками цвели, удобряют их. Но я, да, я люблю подкормки, тоже делаю подкормки, но не сильно. Не нужно забывать, что наши растения, они прежде всего домашними. Если пичкать постоянно сильными удобрениями, подкормками, добиваться шапочного цветения на 2-3, цветоноса 4. Ну, во-первых, орхидея истощается. Пичкать постоянно удобрениями тоже не вариант. Они у нас не магазинные, они у нас не оранжерейные, они у нас домашние. Не нужно забывать об этом, что им нужно, допустим, даже если вы сделали подкормку, да, она у вас пышно процвела, нужно ей дать хороший срок на то, чтобы она потом после оцветания отдохнула. То есть отдых на период отдыха хороший ей нужно дать. Нельзя постоянно стимулировать растения, это его истощит. Поэтому я одно время даже вот, да, перестала заморачиваться подкормками и даю орхидеи полностью самой решать. Это у меня попугай в прошлом году. Он сам от окошка повредил, прыгал. Он стоял на журнальном столике, окошко, он осмотрит телевизор. Вот она прыгала за хомячком и повредила. Да, и сбилась с мысли. Попугай у меня в прошлом году, он цвел и цвел и стоял в темном месте и в середине комнаты. И он сам по себе себе решал, когда ему цвести, когда ему выбрасывать цветонос. У него был цветонос за цветоносом. Ну, по сути, я поливала его обычной водой, когда вспоминала там... Вот и все. Ну, допустим, эти орхидеи, да, я хочу зацвести. Я над ними делаю эксперименты, манипуляции. Это мне интересно. То есть, ну, так, чтобы все массово, то нет. Потому что я знаю, что у каждой моей орхидеи есть свой режим. И пока что нарушать я его не собираюсь. Но я знаю, что у меня есть весенние, летние, зимние орхидеи, которые меня обязательно, обязательно порадуют своим цветением. Да, красненько! Спасибо за внимание и понимание. Пишите в комментариях, как вы. Удобряйте или стимулируйте свои орхидеи. Какие у вас мысли по этому поводу. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»